Друзья мои, я извиняюсь за лайфстайл, как и в предыдущем своем видео, извините за побочные шумы, но я верю в то, что ни шум ветра, ни стука каких-то строительных машин, ни сирены, ни цикады не заставят вас отвлечься от того контента, который я сейчас буду излагать. А он у меня такого немножко футуристического типа. В предыдущем своем видео, ссылка на которую я дам обязательно под этим видео, я рассказывал, вернее, я дал такой синтезис, что вопрос не в том, произойдет ли встреча с коронавирусом у людей, которые не переболели, а вопрос в том, когда именно это произойдет, то есть это неизбежно. На самом деле это касается не только коронавируса, это касается абсолютно любых вирусов, какие только есть. Если какой-то вирус, вызывающее какое-то заболевание появляется, мы обязательно, в принципе, все равно проконтактируем с ним. И вопрос вот в чем. Удивительно то, что вирусы, которые наносили человечеству ущерб гораздо больше зачастую, чем самые великие войны, до сих пор остались тем природным биологическим оружием, от которого у нас нет ни одного, в общем-то, по большому счету, действенного самосредства. Вот посмотрите, например, когда-то в свое время мы победили бактерии, ну, патогены, мы разработали антибиотики. Что такое антибиотики? Антибиотики – это вещества совершенно различного типа действия, которые просто воздействуют на механизмы жизнедеятельности бактерий, подавляя какую-нибудь их функцию, не дающую жить, размножаться, сохранять целостность клеточной мембраны своей и так далее. То есть мы нашли те механизмы, которые фундаментально воздействуют на то, чтобы клетке опасно не давать полноценно жить и размножаться в организме человека. То есть мы нашли фундаментальные механизмы. Насчет вируса таких фундаментальных механизмов не найдено. Каждый раз под каждый новый вирус мы ищем новые механизмы, новые средства воздействия на них. Мы нашли один путь – это выработка антител внутри самого человека. То есть мы внедряем определенного рода антиген в виде вакцины. Она может быть мертва, жива, это могут быть какие-то куски вируса. И организм, реагируя на них, стимулирует свой собственный иммунитет. Но лекарства как такового мы на самом деле не выработали. Вроде бы хороший механизм простимулировать свой собственный иммунитет, но, я говорю, это не лекарство. А лекарства как такового на самом деле нет. Это очень странно, ведь на самом деле за последнее время столько средств идет на создание всяких сверхзвуковых видов вооружения, какой-то херни ненужной совершенно. А вот стратегически важный момент, который гораздо более опасный, чем любые войны, которые были до настоящего времени, остался вот вне какой-то серьезной разработки и проработки. Удивительно. Мне кажется, если бы вваливались такие средства в изучении противодействия вирусам, мы бы давно уже придумали способы. Я даже, в общем-то, вижу какие. Я поразмышляю на эту тему сейчас. Это такая футуристическая тема, которая базируется на моем понимании того, в каком положении сейчас находится наука, какие способы и механизмы существуют для того, чтобы противодействовать с вирусом. Я буду излагать все очень просто, чтобы это было понятно абсолютно всем. Дело в том, что вирусы постоянно мутируют. И они становятся более или менее вирулентными. Появляются какие-то новые вирусы, которых раньше не было. И это чудо просто, что пока вирусы, которые появляются, не настолько опасны и страшны, чтобы выкосить просто все человечество с анкетартами. Это просто пока повезло. Были страшные эпидемии испанки, когда люди умирали просто миллионами. А может появиться такой вирус, от которого люди будут умирать миллиардами. Просто он будет настолько эвирулентным, что будет погибать не каждый сотый или каждый тысячный, а будет погибать каждый первый, каждый второй. Понимаете? Дело в том, что просто природа бросает некие кубики. Мутация – это всегда некое бросание кубиков, когда появляется новый признак у живого или неживого, у какого-то генетического кода, который закрепляется в признак. И может просто произойти когда-то какая-то мутация, что появится вирус настолько эвирулентный, что это будет просто капец. Вот так природа кубики подбросит. И вопрос в том, что, опять же, я просто повторюсь, что вопрос не в том, произойдет ли это, а вопрос в том, когда именно это произойдет. Но произойдет обязательно, как происходят какие-то серьезные катаклизмы. Такие, как падение метеорита, такие, как обязательно произойдет прерождение Солнца, произойдет остывание Земли, какие-то глобальные катастрофы. Все это будет обязательно. А просто только когда это произойдет. И вот мы должны быть к этому готовы. Ощущение такое, что к приходу такого вируса мы вообще не готовимся, потому что не разработано ни одного стратегического механизма воздействия на вирусы любого типа. А вот теперь давайте перейдем на то, как работает ДНК или РНК с вирусом. Первое. Он обязательно должен попасть на среду, откуда возможно его проникновение в организм у человека. Дело в том, что для разных вирусов это разное. Какие-то могут попасть на кожу, и этому более чем недостаточно. Другим надо попасть на слизистую. Ну, как к тому же, предположим, SARS-2. Он должен попасть на слизистую глаз, слизистую рта. Он должен попасть в верхние дыхательные пути с капельками слюны или какой-то другой с жидкостью. И тогда, собственно говоря, он попадает в ту среду, к тем клеткам, откуда может произойти внедрение. И самое первое, что может произойти, это на этом этапе он может быть инактивирован. Чем он может быть инактивирован? Он может быть инактивирован какими-то веществами, содержащими другие вещества, которые он распознает ложно за те рецепторы с многих клеток, в которые он собирается внедриться. А эти вещества могут выделяться секретом кожи или секретом слизистой. То есть мы буквально принимаем лекарство. Это лекарство резорбтивно распространяется в организме и выделяется с потом, с сальными железами, со слюной. То есть со всеми секретами, которые нас так или иначе смачивают, обволакивают наши слизистые, нашу кожу. И вот он попадает с вирус на эту среду. Там находится какой-то антиген, такой кусок вещества, который вирус нужно распознает за мембрану клетки, за ту часть мембраны клетки, откуда ему легче всего в клетку проникать. И это очень напоминает то, как если бы скважину самодезамочную, залепить пластилином или смолой боксидной, тепоксидной смолой какой-нибудь, и она замерзнет или застынет. И все, воспользоваться ей будет уже невозможно. Так вот, если рецептор вируса инактивировать таким веществом, а именно так он и взаимодействует с рецепторами на клеточной смеке, с мембраной, с той частью мембраны клетчатки, откуда проникновение происходит, исходит, и все, фактически он будет инактивировано. И он становится абсолютно безвредным. В клетку он уже не попадает. Это первая часть. Вторая часть. Как еще это может происходить? Вирус должен попасть на клетку и через мембрану клеточную смыль пройти. Понимаете, да? То есть, если он в клетку не попадает, то он фактически не может самоработать. Он может работать только в клетке непосредственно. Он должен в нее попасть. Это мы уже про третий механизм поговорим. И только там он, уже соединившись с ДНК, с РНК, начинается в репликацию собственного и ДНК, и РНК. Так вот, можно сделать так, чтобы он в клетку не попал. Для этого на мембранах из клеток могут быть тоже воссозданы с помощью методов генной инженерии. То есть, внедрить в собственную клетку такой ген, который при делении клетки формирует в клеточной мембране такое некое вещество, такой псевдорецептор, который крайне стропен к вирусу. То есть, для вируса он вкусный, прямо такой, что лучше, чем любое другое место в мембране. Наиболее подходит. Такое ложное самогеловушка, такое вещество самогеловушка. И когда он на это место самге садится, его, опять же, затыкает этим самгеевеществом, которое уже на любой на клетке сам не находится. Потому что это генетически, каждая клетка делясь, воспроизводит это вещество на клетке. Оно уже выстроено в генетический код. И все, вирус инактивировал. То есть, он на клетку сел, к этому месту как бы закрепился, ему все рецепторы заткнули, в клетку он не проник, и он отвалился. И все. И потом он элиминируется из организма. Выводится с почкой, выводится с мочой почками, каким-то другим своим способом. Ну, просто как инородное микроскопическое тело. Он просто выводится. Все. И третий механизм. Это когда вирус уже проник в клетку, он встраивается в ДНК. И начинает саморепликацию. То есть, с своего генетического кода. Он как бы заменяет ДНК своей клетки. Своей собственной клеткой должна делиться. У нее встроен механизм самоделения, репликации собственной структуры ДНК. Но она начинает не свою ДНК реплицировать, а ДНК или РНК вируса. Вот таким образом это самоработает. И это идет лавина, ну, как образное течение такое, прямо по нарастающей. Не просто поделилась и все. А одно за другим, как на конвейере. Потом клетка разрывается из-за того, что саверионов становится просто салдафига. Они выходят самонаружу и садятся на клетки новые. Так вот, посмотрите. На самом деле, что такое генетический код ДНК или РНК вируса? Это фактически просто вот то же самое, что и машинный код, который пишут обычные программисты. Только у нас в двоичной системе все построено. А здесь, мы предположим, она не двоичная. Потому что четырьмя нуклеотидами ведется кодирование. Не двумя, а четырьмя, условно говоря. В двоичном коде мы два, а здесь сейчас мы четыре. А тега цепь. И, собственно говоря, можно на программном уровне эти вирусы улавливать ровно точно так же, как мы улавливаем вирусы на компьютере. Понимаете, дело в том, что клетка и ее генетический код это фактически такой же компьютер, это кибернетическая система. Если, например, ДНК как-то самоэмутирует у человека, разрушается каким-то образом, то есть механизмы, которые позволяют ее самовосстанавливать. То есть в самой ДНК содержится структура о правильном состроении и о правильном коде самой ДНК. Она может сама себя восстановить. Точно так же, если внедрить у нее определенный код антивируса, он может вычислить внедрение туда, встраивание в него чужеродного агента, который вызывает какие-то ненужные вещи, которые являются подозрительными. Как работает антивирус в компьютере? Это определенная программа, которая ведет работу над отслеживанием каких-то кусков кода, которые ведут себя, могут вызывать какие-то подозрительные самодействия. Либо, например, самореплицироваться, ну, как обычный вирус, она самоработает, вот типичный вирус, да, а просто, ну, размножаться, размножаться, размножаться. Она это вычисляет, что вот этот код ответственен за вот такую фигню. В принципе, у нас подобный механизм существует. Он отслеживает массовую репликацию клеток раковых. То есть там тоже, когда клетка с ума с вами исходит, она начинает многократно самоделиться, ну, реплицироваться многократно. Здесь, в принципе, то же самое. У нас механизм уже есть. Его надо просто заточить под вирус. Под любой, потому что любой вирус действует, все вирусы действуют одинаково. У них один механизм – проникнуть и начать самопродуцироваться. Гораздо проще даже они работают, чем те вирусы, которые компьютеры повреждают. Потому что там у нас есть и черви, которые куда-то еще передают информацию. Здесь же все просто. Он просто самореплицируется. Так вот, если встроить в человеческую ДНК такой ген, или, вернее, я неправильно сказал, если встроить в человеческую ДНК такой код, который может проверять саму программу ДНК таким образом, чтобы находить в ней какие-то сумасшедшие остатки кода, или чужеродного кода, такого, как у этого вируса, то она могла бы исключить в какой-то момент эту саморепликацию. Понимаете, каким образом это могло бы произойти? Очень просто. Она просто могла бы этот кусок своего кода отсепарировать и выключить из деятельности. Дело в том, что у нас есть огромное количество спящих генов, которые каким-то образом выключены. Понимаете, они могут включиться в какой-то момент, но они все время выключены. И выключены они с помощью, опять же, программы, которая находится в генетическом самоходе в самой же ДНК. То есть ДНК – это сложная такая программа, сложный код, который запускает очень интересные, действительно, программы, которые позволяют отслеживать гомеостаз самой ДНК как таковой. Ну, гомеостаз, видимо, не очень правильный термин. Гомеостаз – это постоянство самосреды, но неповрежденность самого генетического кода. Она могла бы исключать работу тех кусков кода, которые она считает вредными. Как это происходит на компьютере, когда антивирусная программа вычисляет вредоносный код и прекращает его работу, убирая этот кусок самокода в папку, которая там называется карантин, например. Ну, все. И дальше все зависит от того, что мы поставим туда. Либо мы это в карантине держим в полном бездействии, как со спящей гены, либо это можно подвергнуть уничтожению. Этот кусок кода выстригается при следующем сомделении самоклетки. И все. А так как и он становится мертвым. Когда клетка делится, то одна, как бы новенькая, остается полностью без этого кода, а спящий, это сам еген, вернее, этот код, остается в другой клетке, которая была повреждена, но в которой он, скажем так, усыплен. Учитывая то, что в организме человека все клетки меняются на протяжении какого-то времени, разные клетки по-разному, какие-то быстрее, какие-то медленнее, эта клетка когда-то погибнет и будет элиминирована из организма. И все. Вирус будет, собственно говоря, побежден. Выглядит очень это футуристично, да, какие-то внедрения в гены, там что-то. Дело в том, что, ребят, на самом деле гены инженера скакнула очень и очень далеко. Мы уже победили многие заболевания и боремся с генетическими заболеваниями какими-то. Мы расшифровали геном. Мы с помощью гены одних животных пересаживаем другие растения куда-то. Понимаете, это настолько все уже продвинуто, что мы можем даже чуть ли не существа уже создавать с теми свойствами, которые бы нам хотелось получить. И я вполне уверен, что если бы мы вливали бы огромные самосредства в инженерию генную, мы давно бы разработали уже те механизмы, которые позволили бы побеждать любые заболевания на генетическом уровне практически. Понимаете, в том числе и заболевания, вызванные агентами извне. Особенно вирусами, понимаете, потому что вирус это не что иное как воздействие на генетический код. Любой вирус он попадает прямо в генетический код с антиклетки. он попадается в ДНК. Поэтому это вопросы как раз генной инженерии защитить программу с помощью другой программы. Как мы защищаем эту компьютерную программу? С помощью другой программы, программы антивируса. Вот и здесь механизм самый главный может быть именно в этом. Если бы интеграция программистов и генетиков дала бы вот такой мощной коллаборации, то мне кажется уже давным-давно бы все это дело разработали. Ну что, друзья, извините еще раз за супер лайфстайл, за большой внешний шум, за некий сумбур. Ну просто интересная тема. Мне поэтому как-то резко находясь на отдыхе в Турции захотелось записать для вас эту тему. Пока у меня было на это желание. я очень надеюсь на ваши комментарии под этим видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал, на канал Шилов Михаил, Шилов М, а также подписывайтесь на канал на Ютубе Доктор Шилов. До встречи. Обязательно нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok